Оказавшись в этом микрорайоне, многие невольно начинают принюхиваться к посторонним запахам. Сейчас все чисто. Проведена реконструкция очистных. 10 декабря должна быть закончена сборка технологического оборудования. 15 декабря они должны приступить к пусконаладочным работам. Пусконаладочные работы, как обычно, занимают 3-4 недели полных. Поэтому, я думаю, к 10-15 января мы выйдем на такой технологический режим. Специалист по чистым сооружениям Александр Яковлев рассказывает, что уже сделано работниками ПТО ГХ. Постоянно мониторим ситуацию по сбросу воды. Нет уже вот этих еловых выбросов, осадков, которые были в этот пруд сбрасывались. И нет запахов. Местные жители хоть и рады, что очистные работают как часы, все же относятся к этому с определенной долей скепсиса. Мы это уже проходили, нам уже ремонтировали очистные сооружения. И через какое-то время они вышли из строя. И когда они выходят из строя, конечно, ужас полный. Сейчас пока что они работают. Нам пообещали КНС, если они будут, конечно же, будет намного лучше. Вообще весь район ждет этих КНС. Канализационно-насосная станция или сокращенно КНС действительно способна полностью решить проблемы с водоотведением в микрорайоне Эковидное. И ее возведение уже началось. Закончена разработка проекта. Сейчас осуществляется экспертиза. Но к работам организационным по строительству КНС Купеленко приступили. Провели геологические изыскания. Вынесли проектные отметки на местности. Помимо строительства КНС, вторая главная задача – проложить трубопровод до центральной канализационной станции города Видное на Старо-Нагорной улице. Оттуда стоки будут перекачиваться в Москву в систему Мосводоканала. Главную роль в прокладке труб играет вот эта машина. На строго определенной глубине она пробуривает отверстие длиною в несколько сот метров, куда затем и прокладывается труба. Легко сказать, да трудно сделать. Это довольно сложный технологический процесс. Уже сейчас, по словам Александра Яковлева, проложено около двух с половиной километров труб. Но впереди самые сложные участки, на которых большое количество подземных коммуникаций. Рассчитывали минимальные сроки строительства – это полтора-два года. Но так как мы начали коллектора прокладывать раньше, скорее всего, что эти сроки уменьшатся. После того, как канализационно-насосная станция в микрорайоне начнет работать, старые локальные очистные сооружения будут демонтированы. Что самым лучшим образом скажется и на экологии, и на комфорте жителей. Максим Козлов, Владимир Бижонов, Сергей Ларин. Видное ТВ.